здравствуйте дорогие друзья меня зовут арсений гуричев я врачу стопат клинический психолог так получилось что мы находимся на карантине многие из нас и я хочу вам сегодня рассказать про техники самопомощи которую сам применяю как стопа для себя и покажу вам здесь как это делать на диване на кровати дома поехали это не очень сложно рассмотрим типовые ситуации начнем с самой полезной техники техника компрессии затылка значит мы берем два кулака и укладываем затылок вот эту область не шею затылок мы укладываем на кулаки это можно делать вместе с подушкой можно без подушки без разницы укладываем голову затылком на кулаки и ничего не делаем не двигаем ей вот так лежат кулаки и так лежит голова здесь на буграх между кулаками есть промежуток голова заклинивается между кулаками и имеет очень хорошую четкую опору техника основана на том что во первых мышцы расслабляются подзатылочные мышцы шеи во вторых затылок испытывает компрессию и старается высвободиться от нее отсюда он высвобождает твердую мозговую оболочку и техника кроме того работает и с мозгом руки можно укладывать и вот таким образом сложив их создав такую чашу клин в которой затылок будет заклиниваться как бы вы не сложили руки вот так хоть другим способом вам нужно создать вот это заклинивающее усилие чтобы затылок был сжат он сжимается тяжестью своей тяжестью головы и какого-то активного сжатия вам делать не придется руки можно складывать в виде кулаков можно так можно сложить их лодочкой лодочкой главное создать для затылка такую компрессию она осуществляется с боков и сзади посередине имеется пустота за счет этого голова попадает вот в эту в этот клин и затылок сжимается если прочертить векторы голове то они проходят через кость вот туда на уровне ушей эти два бугра находятся через кость они направлены внутрь черепа это не на шее это затылки эту технику вы легко освоите так что что еще важно очень часто нужна вам будет техника печени печень находится за ребрами он здесь они выступают брюшную полость техника основана на том же самом приеме вы укладываете свою левую руку на правая область правой реберной дуги голову кладете как вам удобно у вас еще подушка будет вам нужно положить руку под печень печень повторюсь находится за ребрами не в животе если она вас в животе то дело пахнет керосином печень находится за ребрами вы укладываете туда ладонь создавая усилия это очень похоже на технику компрессии затылка но делается это на печени повторюсь печень за ребрами вы укладываете туда руку эту технику хорошо делать эту технику хорошо делать по утрам так другая техника основана на компрессии это компрессия грудины и средостения вы берете кулак находите в грудине самую напряженную область и ложитесь на этот кулак это может быть кулак вот именно кулак значит это будет значительно большое усилие вы почувствуете очень хорошо его а может быть ладонь сложенная с полусогнутыми пальцами вот таким образом то есть это не вот этот кулак или вот так я вам совсем жестко вы кладете вообще ладонь не в виде не со сложенными пальцами не с кулаком в грудине вам в области груди в средостении в грудине вам нужно найти самую твердую плотную часть просто пощупайте и нашли ее положили кулак легли легли полежали все эти техники хорошо делать по утрам когда скоро у вас подъем у вас есть минут 20-15 вы можете это делать то же самое касается плотности лица ощутили потрогали себя пощупали ощутили что например плотность находится в левой скаловой области положили кулак под голову нашли эту точку положили голову и доспали утром на этой плотной кости у вас высвободятся швы лицевые вы почувствуете какой будет хороший эффект с этого нашли плотность можете на ощупь можете ощущения свои вам покажется что на плотнее и легли этой области на кулак это такой же самом принципе я пока вам показываю все техники одного принципа основана на плотности на провокации сложного в этом как вы видите ничего нет так что какой еще важные вещи так давайте посмотрим что делать с туловищем вы можете ощутить какую-то напряженность плотность например в животе это может быть кишечник почка селезенка любая часть вашего тела любой орган укладывать туда две руки создавая там точку опоры если эта область например в ноге в бедре можете положить ногу на ногу в эту область это чем-то похоже на то как вы потирали ушибленное место когда ударились а если далеко где-нибудь в голеностопе положите ногу например на ногу в эту область главное создать точку опоры временную там где вы почувствуете если это рука например вот взяли одну рукой за другую руку тот же самый принцип это уже до второй принцип от того что мы исследовали также можете приложить ее к стене например или к дивану это область которую вы почувствуете она является первичным повреждением или может им являться так что по спине боли в спине какие вы можете способы использовать пример это позиционно берете за штанину свою ногу приподнимаете ее и выводите в ней в такое положение в котором поясница там не болит нашли такое положение оперли его о стену или о диван подложили какие-нибудь подушки и в этом положении находитесь так другой способ если вы чувствуете ограничение движения вы можете вот таким образом высвободить сустав поясницы сустав между двух позвонков но технику это надет очень аккуратно и если вы плохо чувствуете свое тело лучше вообще не делайте другой способ вы находите растягиваете мышцы в поясничной области вот например таким способом ногу сгибаете и отводите колено кладете его на диван а руку под голову кладете так идем дальше это pelvis twist поворот таза вы кладете ногу на колено и тоже выводите заблокированную область сустав поясницы вот таким образом так вы можете также точно высвободить пространство в пояснице если например вывести ногу вывести ногу или через эту ногу через рычаг этой ноги найдете точку опоры в поясницу ваша задача самостоятельно найти такое положение в котором у вас не будет ничего болеть будет полная свобода чаще всего боли в пояснице они связаны с каким-то проблемой в животе вот например таким образом можете встать высвободить свой кишечник и у вас боль пройдет или просто выбираете такое положение тела в котором вы чувствуете свободу что там все высвободилось ничего не болит ничего не напряжено идем дальше из способов которого могут помочь при урзе при кашле если вы чувствуете какое-то в горле першень и еще что-то значит у вас точки которые могут вам помочь и фактически 3 они находятся в области под ключицами и одна находится посередине в проекции трахеи над вырезкой грудины вы можете сложить кулак вот таким образом или найти точку опоры у костяшек вот этих пальцев либо мизинца либо основания кулака находите такую болезненную точку в грудной клетке и ложитесь на кулак как на опору это будет даже немножко больно теперь что касается напряжение мышц спины и подзатылочных мышц вы можете сложить пальцы пальцы и положить их на под затылок на мышцы шеи это уже не как вы клали голову затылком костью а именно мышцами пальцы вы укладываете туда и кладете голову можете кроме этого производить легкоразводящее движение руками в стороны или пальцами друг от дружки эти мышцы длинные они приделаны к затылку и и к тазу значит поэтому даже при тазовых болях это может помочь как при тазовых поясничных болях надо вставать вот так не нужно вставать прямо выгибаясь нужно повернуться на бок и с этого бока с помощью рук встать если у вас болит спина не надо вот так вставать надо повернуться на бок и с помощью рук встать перекатиться А потом поискать у себя положение, в котором вам комфортно, хорошо. Ложиться тоже лучше вот таким перекатом. Так, что важно еще? Давайте с утра, что можно сделать, чтобы продиагностировать себя? Нужно пошевелить всеми суставами, всеми мышцами. Пооткрывать рот, пошевелить шеей, если вы это все хорошо чувствуете. Достичь свободы, симметрии. Пошевелить каждым пальцем. Каждым пальцем вы шевелите по отдельности пальцами одной руки. Потом делайте все движения, которые вы знаете, в руке, потом в пальцах. Потом поджимаете, прожимаете кисть, поверсите всеми суставами в руке по отдельности. То есть локоть, плечо, ключица, лопатка. Вот вы делаете по отдельности. Потом также вторую руку. Потом обе руки вы поделаете все движения, которые вы найдете в плечевом поясе. То же самое касается ног. То есть попробуйте каждый палец ноги, стопу. Потом голеностоп, колено, тазобедренный сустав, крестцово-подвздошное сочленение. Одной ноги и второй ноги. Вот все движения, которые вы можете выбрать, вы можете поделать. Не поднимайте сразу обе ноги. Это может для вас оказаться болезненно и критично для поясницы. По одной. Сначала одну ногу, потом вторую. Вот покрутите, понажимайте ее во всех плоскостях, на всех мышцах. Можете сделать такое большое усилие, растягивая заднюю группу мышц или локтем, помогая себе, еще отводя и противоположную ногу. Вот таким способом вы проходите все. Лицо, шею, руки, ноги. Когда вы пройдете все мышцы, вы увидите, насколько вы высвободились. Живот можете покрутить, понадавливать, подвигать кишечник. Вот после такой процедуры утром у вас боль должна уйти или ослабиться значительно. Садитесь через бок. Все, сели, опять подвигались, покрутили головой, подвигали туловищем. Вот и все. Вот такой набор движений вы можете сделать сами. Ничего сложного. Ну что, до свидания, до новых встреч. С вами был Арсений Гуричев.